Что вообще произошло? Проблемка с сигнализацией. На улице дождь идет, у вас зонтик есть? Домой на метро. Такая неприятная штуковина. Ну что, как говорится, и на старуху бывает проруха. Еду я к Андрею Кондрашову, и есть небольшая проблемка с сигнализацией. В общем, домой на метро. Пока мои чемпионы там танцуют, пойду в кафешку, расскажу вам, что вообще произошло. Пока они там танцуют, давайте разберемся, что же все-таки произошло, почему это произошло, кто есть кто, кто виноват, а кто вообще Эндон. А то и хуже того. Наверняка вы видели мой предыдущий ролик, когда я отвозил свой автомобиль для того, чтобы в лаборатории Кондрашова мне установили некий охранный комплекс. Его установили. В этот охранный комплекс входила еще и сигнализация. Какая сигнализация, говорить не буду, потому как не хочу, чтобы все знали, что охраняет мой автомобиль. Хотя на данный момент не охраняют. Если вам интересно, позвоните Андрею, он вам все расскажет, какая проблема была. В общем, неделю спустя просыпаюсь. Это было в четверг. Это было 6 апреля. Хочу завести свой автомобиль с помощью автозапуска, который я за свои деньги установил в лаборатории Кондрашова. Звоню. Недоступен. Звоню на вторую сим-карту. Недоступен. Выглядываю через окно. Стоит. Все нормально. Через 5 минут звоню. Недоступен. Умываюсь, чищу зубы, кушаю, одеваюсь. Звоню. Недоступен. Ну, думаю, начинаются сюрпризы. Сейчас еще и не заведется. Выхожу на улицу, открываю автомобиль, завожу, все в порядке. Звоню. Недоступен. Еду на работу. Звоню. Недоступен. Приезжаю на работу. Звоню. Недоступен. Звоню в лаборатории Кондрашова. Говорю, здрасте. Неделю назад устанавливали то-то, то-то, то-то. Такая-то машина. Помните? Помним. Звоню. Недоступен. Приезжайте. Будем смотреть. Хотя странно. Первый раз такое. В пятницу после обеда приезжаю. Тестируют. Долго тестируют. Долго. Спрашиваю, что случилось? Говорит, не видим. GSM-модуль отвалился. По чьей вине он отвалился? Вы его плохо установили? Да нет. Вроде хорошо установили. Звонят поставщику. Звонят производителю. Им сообщают. А вы знаете, у нас такая-то партия с таким-то багом и оборудование работает некорректно. Производитель знает, что у них есть неработающее оборудование. Поставщик знает, что есть неработающее оборудование. Производитель не отзывает неработающее оборудование. А поставщик своим клиентам и партнерам не сообщает, что такая-то партия с браком. Теперь вы понимаете, кто Дон? Два. Производитель и поставщик. Казалось бы, все понятно. Нужно взять модуль и поменять. Да. Но тут загвоздка. Устанавливали этот модуль. Лаборатории. Кондрашова. То есть, его оттуда выковыривать нужно около полчаса-полтора часа. А потом еще два часа его обратно закопать. Чтобы его особо никто не находил. Понимаете? То есть, получается, лаборатория Кондрашова выполнила свои обязательства. Выполнились всю работу качественно. Но... А тут подводит поставщик. И производитель. В общем, давайте подведем итоги. К лаборатории Кондрашова у меня нет никаких претензий. Да, я потратил время. Да, у меня сорвались выходные. Мне возить детей на турниры. У меня вылазка на природу. И вообще какие-то свои планы. Все это не то, чтобы срывается. Но оно моделируется по-другому. Ну, потому что нужно взять у жены машину. Ей на общественном транспорте и так далее. Ну, это ладно. А теперь давайте-ка поговорим о том, как все-таки работает лаборатория. Андрей мне сказал сразу. Не волнуйтесь, мы вам оплатим такси. Не волнуйтесь, мы вам оплатим такси. Вы много встречали сервисов, автосервисов или каких-нибудь других, которые вот так вот запросто говорят. Вы не волнуйтесь, мы вам оплатим такси. Дальше я включаю свою корыстную сущность. И говорю, слушайте, ребят, ну, косяк есть. Да, не ваш. И вы в этом виноваты косвенно. Но есть. А давайте-ка вы мне еще отремонтируете поломку в моем автомобиле. Я ее сам сделал. Я продавил под стаканники. И все эти крепления там поотрывались. В общем, нужно все это холодной пайкой запаять. Они говорят, хорошо, сделаем. Здрасте. Сделайте бесплатно. Бесплатно. Хорошо. Я говорю, на улице дождь идет. У вас зонтик есть? Он говорит, есть. Правда, я зонтик не взял, потому что дождик закончился. Девушка на ресепшене налила мне кофе. Бесплатно. Где? В каких автосалонах есть бесплатный кофе? Да даже в салоне Мерседес у официалов стоит автомат, куда нужно бросать деньги и получать кофе. Итак. Такси оплатили. Зонтик давали. Кофе поили. Мою же поломку отремонтировали. Что еще? Приятное, адекватное общение. Ну и на этом, наверное, все. В общем, друзья мои, даже несмотря на то, что произошла такая неприятная штуковина, что там отвалился некий GSM-модуль от студии, вернее, от лаборатории Кондрашова, я все еще остаюсь довольным и вам рекомендую. Работает, ребята, хорошо. Ну а дальше видеосъемку уж продолжу в понедельник, когда заберу свой автомобиль. Ну что, машину я забрал. Не в понедельник, конечно, во вторник. Потому как мой косяк отремонтировать оказалось не так-то просто. Потому что то, что ломает эти руки, это ломается надолго и обоснованно. Забрал я свой автомобиль. Все, как я и говорил выше, претензий никаких нет. Все сделано. Даже моя поломка, мой косяк, который, да, вот эти подстаканники, они были прямо туда вдавлены, вовнутрь. Все теперь работает, все красиво, все закрывается, открывается. Единственное, деньги за такси не дали. Но, честно говоря, я про них и сам забыл. Да и у меня тоже претензий к этому нет, потому как мой косяк сделали. Сделали его хорошо. Ну и там этих 500 рублей, в принципе, мне погону не делает. Сам я про это и забыл. Надо было напомнить. Я думаю, Сергей бы этот вопрос решил. Андрея не было, никто про это не понял. В общем, все нормально. Господа, езжайте в лабораторию Андрея Кондрашова. Делайте себе противогонные различные системы. Получайте удовольствие от своих автомобилей. И аккуратнее на дорогах. Всем пока-пока. Ха-ха-ха.